Без малого миллион за возможность недельку погреться на пляжах Азии. Такие цены стали выставлять туроператоры за поездку в популярную россиян Таиланд. С чем связано такое повышение цен, куда можно улететь из Красноярска прямым рейсом и есть ли варианты отдохнуть подешевле, хоть и попозже. Об этом расскажет Денис Козлов. Погода в Красноярске вроде как шепчет, но лето-то на исходе и наверняка многие горожане хотят где-нибудь отдохнуть, например, за границей. Но, о ужас! Один из туроператоров выставил ценник за 7 ночей на двоих в Таиланде 760 тысяч рублей. Вот она, эта страшная сумма. Помнится, раньше за эти деньги можно было даже гостинку прикупить. Но все ли так плохо и безысходно, и никуда мы не поедем? Будем разбираться. Если коротко, то пока улететь в Таиланд напрямую не получится. Все перелеты проходят через Москву, поэтому ценники соответствующие, но, к счастью, не 700 тысяч. Внушительная сумма оказалась ошибкой в системе, однако радоваться рано. Когда в октябре, если все пойдет по плану, чартеры полетят из Красноярска, заплатить за 10 дней придется около 300 тысяч. Виновата подражавшая логистика. Что касается других курортных мест, то их выбор невелик. Что касается Красноярска, у нас сейчас прямые вылеты непосредственно в Турцию. В среднем недельный отдых на две персоны обходится в 150 тысяч рублей. Из Москвы у нас больше, конечно, ассортимент направлений. Это однозначно Эмираты мы можем рассматривать. Также Египет рекомендуется тоже, начиная с середины сентября, рассматривать это направление. Буквально на днях анонсировали Доминикану. Но в Эмиратах очень дорого и пока жарко, а Доминикана перспектива туманная. Путевка в Египет пока значительно дешевле, около 80-100 тысяч на двоих за 10 дней. Но опять же, все это с пересадками через столицу. Порой такие перелеты с ожиданием рейса занимают сутки и более. Иногда выходит проще задержаться в Москве, снять жилье и хотя бы погулять. Это тоже деньги. Есть, конечно, варианты, куда слетать поближе и подешевле. Но это не самые развитые с точки зрения туризма места и пока перспективы. Что из нашего города можно будет летать в любой райский уголок, как раньше, довольно туманны. На сегодняшний день из Красноярска можно улететь в основном в Среднюю Азию. Это Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Мы видим перспективы в открытии сообщений Всевосточной Азии, но там все еще действуют ограничения и пока они не позволяют выполнять прямые рейсы. Для тех, кого за границей не устраивает и в планах сэкономить, познавая родной край, вариантов много. Однако есть одно «но». Слово «сервис» в глубинке знают не все. Конечно, жилье и еда будут, но коктейль с соломинкой вряд ли кто поднесет. Экстремальный дикий отдых. Мы как туроператором работаем в Туруханском районе. Это рыбалка, охота. Есть активный пеший туризм. Мы обязаны учитывать это иргайки популярные, которые стягивают внимание в принципе со всей территории России. Местный отдых. Это понятно у нас базы отдыха Красноярского моря. Это Манский район. За рыбалку на севере в течение недели придется отдать около 100 тысяч и дорога оплачивается отдельно. Еще есть туры на Алтай и Байкал около 60, но сезон подходит к концу и путевок маловато. Для тех, у кого с деньгами совсем туго, эконом туры на автобусе. Несколько дней по югу края с заездами в музеи и прогулками по местным природным красотам. Тут цена не кусается. Примерно 15 тысяч, но всего за 3-4 дня. В общем, выбирать вам. А люди, как известно, голосуют рублем. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал.